короче говоря приехали да сейчас пришла вот лена сейчас я кое-что покажу то о чем еще никто не знает никому еще не показывали не рассказывали я уже боюсь и не люблю сюрприз лицо снимает что лицо страшно им будет? да нет ребята это пиз.. это пиз.. это пиз.. это пиз.. да ладно! блядь Андрей все это мы вообще смеялись вот тут просто скользкая дорога блядь мы сбили столб давай отойдем отсюда а вы пристегнуты были? да и вы просто оставили тачку? так дело в том что мы ехали и.. ебать вот это влаг будет! это да ну обычно типа ты же видела как у меня пристегнута что у меня сзади типа что я просто сижу на ремне все кто со мной еду всегда пристегнуты и тут я думаю ну ну пристегнусь пристегиваюсь и через 5 минут вот это вот такое пиз.. пожалуйста! как ты так влетел в столб? ты гнал или что ты делал? а регистратор снимал? есть все? да да ну да мать нужно насмерть! мне реально то очень жесткая авария не вывезел ok Продолжение следует... 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 Бау. Вы в рубашке родились. Кстати, машина эта у меня пробыла ровно месяц. Все. Не выдержала. Крош-тест. Покупаем новую. Нет. Как говорится, как пришло, так и ушло. Бабушка будет говорить, лучше бы квартиру купив. Сто процентов. Она мне и так сколько говорила. Будет быть добавлено. Да, бабушка мне... Такой мне будет ешкин кот от бабушки. Зашел я вот в контакт и смотрю, тут Хэллоуин был совсем недавно. И тут мне подарков понадаривали, гробов всяких. Вы меня со своими гробами до гроба доведете. Подарите мне что нормальное. И все сегодня дарите. Подарите мне новую машину. Там же есть подарки, машины какие-то. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Статистику давайте. Проехал 3000 километров один месяц. Стоимость более 300 тысяч гривен. И еще получил очень хороший опыт. Пока за руль не хочу. Пока хочется спокойствия. Скажу, что разбивать машины просто до такой степени еморойно. Если есть такое слово. Просто сколько всяких проблем. Куда ее одевать. Потом приезжают менты ее оформлять. То, что как было. Замерять, вычислять. Куда ее потом везти. Потом суд. Потом еще какая-то херня. И это при том всем, что все обошлось. Типа без травм, жертв. Типа такого. Вот. Мне еще предстоит суд. Я так понял. И там я должен. Объясниться. Как в школе. Объяснительную. Вот. Сказать. И мне типа будут решать. Там заберут права или нет. Или я не знаю. Кстати да. У меня права уже. Недолго были. Как и машина. Мы уже приехали в Киев на поезде. Ищем. Медицинская клиника. Юле нужно там снимок сделать. У нее синяк на ноге. Сбила этот столб. Когда вот это. Столб, знак. И сразу ко мне подошли. Мужики, женщины. Говорят, что мы главные. Там из этой. Сельской рады. Типа столб, знак сбили. Даже нужно как-то оплатить ремонт. Типа говорят. Потому что столб только поставили. Почему, знаете, дальше. Говорю, хорошо. Мы обменялись номерами. Там оплатишь вот это все. Мы заново все сделаем. И все. Говорю, хорошо. Потом чуть позже. Я услышал какой-то рядом дед. Стоял местный житель. Говорит, что это ему лет 70-80 уже. И он говорит, что тут каждую неделю. Постоянно все влетают в эти заборы. Постоянно щебенка рассыпана у них. И поэтому все просто машино. Короче, как у нас. После этого всего. Протоколы позаписывали. Звоню же я этим людям. Которые говорили, что нужно отремонтировать все. Они говорят, что все, ничего не надо. Мы понимаем, типа, вы там пострадали. Поэтому мы все за свои деньги сделаем. Не переживайте. И в итоге я понял, что они взяли все на себя, чтобы вдруг я там не подал на них там какой-то суд там или типа такого. За то, что как бы, типа, что не должно быть на дороге щебенки рассыпанной. Хотя я был готов за это все заплатить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok